Незаметно пролетела еще одна майская неделя. Несмотря на свою непродолжительность, в этот раз было только четыре рабочих дня. Она успела принести городу немало интересных событий. О наиболее заметных из них расскажем в сегодняшнем выпуске. Вы смотрите программу «Город. События. Люди». В студии работает Елизавета Соболева. Добрый вечер. Сначала небольшой анонс. Стараемся, чтобы встать пораньше, чтобы еще никто не встал, чтобы успеть помыться. Кто успел, тот чистый. В Белогоре из-за разрушения скважины перебои с водоснабжением. Решением проблемы занялись власти. Выборы мэра неэкономичны. 14 миллионов рублей не валяются просто так на улице. Лучше сэкономить. Выбор мэра. Горожане решили доверить депутатам. Я говорю, вот, наверное, тут женщину звонила. Это, наверное, твоя любовница была. Да нет, я никогда не занимался этим. Вместе до последнего вздоха. Пара благовещенских пенсионеров принимает поздравления с Днем семьи и наслаждается прелестями жизни молодоженов. На уходящей неделе большая часть благовещенцев перебивалась без горячей воды. В городе со вторника по четверг продолжались гидравлические испытания на ТЭЦ. Впрочем, и по их завершении горячее водоснабжение вернулось не ко всем потребителям. Во время испытаний были обнаружены порывы на нескольких квартальных сетях. Несмотря на то, что четыре тепломагистрали благовещенской ТЭЦ проверку на прочность вынесли исправно, сети, которые состоят на балансе других коммунальных предприятий, испытания не прошли. Пока без горячего водоснабжения остаются дома по улице Горького между Комсомольской и Калинино, по Амурской от Театральной до Лозо, по улице Линино, от переулка Светителя Иннокентия до Шевченко, а также многоэтажки по адресу Комсомольская, 30Б, Забурхановская, 94 и в районе 11-й школы. Специалисты Амуртеплосервиса будут устранять повреждения на выходных. Уже по другой причине горячей воды нет у жителей микрорайонов номер 2 и 3 КПП и ЦЭС. Там в пятницу начались плановые ремонтные работы. Они продлятся до 29 мая. Тем временем жители Белогория почти два месяца не просто лишены возможности принять горячий душ. Для них нагреть воду из-под крана – целая проблема, потому что набрать ее получается не во всех квартирах. А все из-за того, что в селе вышла из строя основная водоснабжающая скважина. Можно ли решить проблему? В рамках выездного совещания с коммунальщиками выясняла глава города Валентина Калита. А наша съемочная группа пообщалась с возмущенными сельчанами. Вот так вода течет, это еще нормально, потому что у нас отдельный стояк. В других квартирах, там где подключены несколько квартир, вода вообще не течет, напора нет. О горячей ванне хозяйка этого крана уже и мечтать забыла. А душ у обитателей квартиры ни свет ни заря. Только ночью вода имеет хоть какой-то напор и потому способна подняться по трубам до нагревателя. Стараемся, чтобы встать пораньше, чтобы еще никто не встал, чтобы успеть помыться, потому что там воды не хватает на одного человека, иначе не смоешь. Догреваем воду на газе, а потом только моемся. А уж в какой воде и говорить не стоит. Фильтры, что повально установили себе жители нижней части села, выходят из строя за считанные дни. И от песка в водопроводе не спасают. Особенно после остановок, когда воду остановят и затем пустят, идет черная вода. Он забивается сразу. От злополучной скважины снабжались 106 домов, детсад, котельная, бассейн, баня и местный ДК. Проигнорировать ситуацию городские власти просто не могли. Коммунальщики отчитались. Обрушившаяся скважина работала с 1985 года. Восстановить ее протяженностью 430 метров просто нереально. Систему пытались промыть, но вымытый песок лишь забил станцию обезжелезивания. Работу скважины пришлось остановить. Мы запустили более старую скважину 1976 года строительства, но которая эксплуатировалась в менее интенсивном режиме. Скважина старая, которая пришла в негодность, у ней был дебет 25 кубов в сутки, которую сейчас мы запустили у ней 6 кубов в сутки. Этого не хватит ни на котельную, ни на хозбыт данного поселка. Тем не менее, поселок без воды не останется, заверили городские власти. Вопрос находится на контроле у исполняющего обязанности губернатора области и министерства ЖКХ. Нас поддержали, наше решение одобрили. И мы готовы в ближайшее время уже приступать к работам для того, чтобы пробурить новую скважину. Потому что старая уже технически устарела, морально устарела, и она уже не обеспечивает жителей поселка тем необходимым количеством воды, которое вообще здесь требуется. Новая скважина обойдется области в 5 миллионов 100 тысяч рублей. Еще 510 тысяч добавит город. Сейчас власти изыскивают эти средства, а бурить будут здесь же, в 30 метрах от прежней скважины. Обеспечить село водой планируется до начала отопительного периода. В Благовещенске в последний рабочий день недели начался ремонт проезжей части по улице Магистральной. Он растянется на участке от моста через Зею до конца путепровода по Театральной. Для демонтажа леерного ограждения перекрывать одну-вторую дорожного полотна планируют последовательно по 30 метров. А вот улицу Театральную от Амурской долинина в пятницу закрыли для проезда полностью. В этом районе рабочие приступили к прокладке новой теплотрассы. Она будет примыкать к коллектору по улице Зейской. Как долго продлятся эти работы и скоро ли в Благовещенске сдадут сам коллектор? Об этом в сюжете. Тепло в квартиры более 10 тысяч горожан минувшей зимой доставляли именно эти трубы. Временную теплотрассу строители проложили здесь прошлой осенью. Своё она служила, с ней пришло время расстаться. На место временных сетей нужно положить постоянные. Они протянутся на 100 метров по улице Зейской, между Кузнечной и Театральной и соединятся с коллектором. Сейчас нужно просто перекрыть его, проложить лотки для теплотрассы, уложить трубу, заизолировать её и пустить по основной схеме. В этом году мы должны привести в исходное состояние схему теплоснабжения, для того, чтобы в следующем году у нас не было никаких проблем с теплом у людей, с горячей водой. Автомобилисты проехать по Театральной от Амурской до Ленина смогут уже 1 июня. А чтобы поколесить по Зейской от Кузнечной до Театральной, придётся немного подождать. Этот участок мы закроем в этот сезон по сентябрю полностью, по асфальту, а тот где-то 17-й год. В четвёртую очередь у нас от Первомайской и в сторону Чайковского. Начнём копать мы примерно где-то через неделю. Важно отметить, пока рабочих будут прокладывать новую теплотрассу, жители этого района не ощутят никаких проблем с водоснабжением. А автовладельцев местной власти просят запастись терпением и продумать схемы объезда перекрытых участков. Шестой Благовещенский лицей, детский сад номер 14 и Двоку стали лучшими участниками общегородской акции «Чистый город». Напомню, она проходила в Благовещенске со 2 апреля по 8 мая. На полигоне твёрдых бытовых отходов в ходе весеннего этапа оказалось более полутора тысяч тонн мусора, а заявок на участие в ГСТК поступило более 200. В этом году жители более активно приняли участие, но несмотря на это есть моменты, которые требуют доработки. Это в частности те моменты, когда мусор с придомовых территорий выносился к проезжей части. То есть это те же самые ветки, когда пошли массовые обрезки деревьев. Во время акции удалось выявить и убрать несколько несанкционированных свалок, а также убедить некоторых жителей частного сектора заключить договор на вывоз мусора. Тех, кто этого не сделает и продолжит таким образом нарушать правила благоустройства, привлекут к административной ответственности. Меж тем, лучших участников «Чистой акции» в скором времени ждут поощрения от мэра города. Кандидатуры отличившихся выдвинут организации. Благовещенцы не хотят выбирать мэра. За отмену прямого голосования они высказались на публичных слушаниях, что прошли во вторник. Всего в оргкомитет поступило 1901 мнение горожан, и только 206 посчитали, что Благовещенску нужны прямые выборы мэра. Выступить и отстоять свою точку зрения публично пожелали 86 человек, однако 16 на слушания не пришли. Впрочем, и без того выступления длились три часа к ряду. Мнение горожан от первого до последнего выслушала наша съемочная группа. Эфир смог вместить лишь небольшую их часть. Выборы мэра неэкономичны. 14 миллионов рублей не валяются просто так на улице. Существуют проблемы, которые надо решать, и туда нужны деньги. Направить туда эти деньги, если найдутся. Если вы считаете, что деньги на выборы из городского бюджета выделять нельзя, сделайте специальный счет в избирательной комиссии и попросите граждан, жителей Благовещенска, которые хотят избирать мэра, перечислить туда по 78 рублей. Ни одна из партий никогда еще не выдвинула хороших нормальных кандидатов, которые бы могли побороться за эти выборы, которые бы могли привлечь достаточно много людей на эти выборы. И на сегодняшний день встает вопрос, дать деньги детям? Давайте скинемся по 78 рублей на детей-сирот. Кто инициировал вот эту проблему с мэром города? Федеральные органы власти. Государственная городская дума, наберитесь смелости и обратитесь в органы, федеральные органы власти, пусть вам деньги эти вернут на выборы. Нам с вами предлагают отдать свои права депутатам городской думы, что они якобы выберут нам такого человека, который сделает все. А вы уверены в том, что они выберут именно то, что нам надо? Я, например, не уверен. Я уверена, что депутаты выберут достойного человека, профессионала, с которого также могут потом и спросить. Комиссия сможет оценить каждого кандидата именно по деловым качествам. Когда сидят специалисты в экономике, в юриспруденции, в иных отраслях, которые действительно понимают и реально могут оценить человека не с точки зрения его популярности, а с точки зрения его деловых качеств. Я в партии никакой не стою и в секции никакой религиозной не стою. Если женщина была, правильно, кандидатом в городе мэра, вот ее тогда и назначить, и всего лишь и не надо будет выборы. Демократия – это выбор большинства. Однако ситуация такова с прошлыми выборами, что только 30% граждан города Благовещенска пришли на свои избирательные участки. Большинство сказало свое слово. Большинству эти выборы не нужны. Необычный автобус с четверга могли наблюдать Благовещенцы на улицах города. На нем красовалась табличка 2К. Новый общественный транспорт начал ходить по старому маршруту троллейбусов с поворотом на улицу Зейскую. Какие технологии делают эти автобусы уникальными и кто ими управляет, знает Регина Сорокина. Общественный транспорт эта линия не видела с прошлого года, а теперь работа возобновилась. Правда, вместо троллейбусов на маршрут вышли автобусы под номером 2К. И ходить они будут так же, как раньше Рогатые – по Зейской. В первый день пассажиров было немного. Просто интересно, что новый автобус, а новый автобус, вместе троллейбусы и все. Так хорошо, да. Так вообще прям классный автобус. Красивый все. Неожиданно, конечно. Я была просто в шоке. Новые 9 автобусов оборудованы по последнему слову техники. Во всех есть подъемники для инвалидов. Их закупили по инициативе экс-мэра Александра Козлова, который выступал за доступную среду. Также эти автобусы все оборудованы у нас речевыми информаторами и бегущей электронной строкой, что позволяет ориентироваться маломобильным группам населения с ослабленным слухом, с ослабленным зрением. А также обыкновенным горожанам, потому что мы все прекрасно понимаем, что у нас очень много гостей в нашем городе, которые не ориентируются. По улице Зейской троллейбусы перестали ходить из-за реконструкции коллектора. Но горожане очень просили вернуть их. В связи с тем, что имеющуюся сеть перекинули на улицу Ленина, установка новой потребовала бы не менее 10 миллионов рублей. Власти нашли более экономичный вариант. Водителей троллейбусов пересадили за руль автобусов, сохранили специалистов. И самому троллейбусному управлению, которое сейчас переживает не лучшие времена, помогут. Мы при уточнении бюджета сейчас заложили 4,5 миллиона дополнительных субсидий для троллейбусного управления, для того, чтобы поправить экономическую ситуацию в самом предприятии. Опять же, в рамках тех выпадающих доходов, которые достались этому предприятию, в связи с переносом этого маршрута на другую улицу. Автобусы 2К будут ходить с 6 утра и до 9 вечера. Каждый день без выходных. А сейчас прервемся буквально на пару минут. Реклама долго не будет. Оставайтесь с нами. Пусть ваш ребенок не боится зубного врача. В детском кабинете стоматологического центра «Улыбка» уютная и интересная обстановка, большое собрание мультиков и, конечно же, бережное и качественное лечение. Ждем вас и ваших детей на Горького 9. Телефон 5359-14. В домашнем очаге расширенный ассортимент ковров, элегантных, стильных расцветок и много других новинок. Загляни, без покупки не уйдешь. Оперативно решаем проблемы города. Звоните 999-112. Горячая линия администрации города Благовещенска. Пишите. Благовещенск.рф. Круглосуточно. Благовещенск. Один для всех. Одежда для офиса и наряды. Утонченный стиль, доступность и высокое качество. В салоне женской дизайнерской одежды «Ксения». Амурская ярмарка, секция 44 и секция 17. Молодой и талантливый исполнитель в стиле шансон Алексей Брянцев. Благовещенск. 30 мая на сцене ОКЦ. Справки и заказ билетов по телефону 370-226. Внимание! Очень нужна финансовая помощь. Благовещенке Олесе Подкопаевой, преподавателю ансамбля «Ровесники», находящейся на седьмом месяце беременности, поставили диагноз «Лейкоз». Болезнь стремительно развивается. На сбор средств, необходимых для лечения, врачи дали всего две недели. Реквизиты для пожертвований на экране. Я горжусь своей бабушкой. Она вылечила тысячу детей. Многие уже взрослые. И своих детей тоже приводят к ней. Я горжусь своим дядей. Он пожарник. Недавно его даже наградили медалью. Я горжусь своими родителями. Они самые добрые и лучшие в мире. Они взяли меня и сестренку из детского дома. И теперь у нас семья. Приемный ребенок может стать родным. Ее творчество лучезерно и загадочно. Ее песни поражают своей искренностью. Певица Валерия. 23 июня на сцене Общественно-культурного центра. Справки и заказ билетов по телефону 370-226. Информационное агентство «Город». Телефон рекламной службы 773-447. Мы продолжаем выпуск. Что еще попало в центр внимания корреспондентов программы «Город» расскажем прямо сейчас. В эфире новости короткой строкой. В начале недели компания «Аэрофлот» привлекла дополнительных сотрудников для работы по возврату средств гражданам. Это позволит в круглосуточном режиме менять билеты и переоформлять документы в гостинице «Юбилейная» и аэропорту Благовещенска. А в городской полиции началась проверка по обращениям горожан, машины которых вскрыли и обворовали в то время, пока хозяева любовались фейерверком в День Победы. В этот же день в Благовещенске начался дорожный ремонт. В связи с этим перекрыли три участка улиц и один тротуар на улице Соколовской. Во вторник амурские единороссы утвердили список кандидатов на предварительное внутрипартийное голосование, чтобы определить претендентов на должность губернатора. В него вошли 9 человек. В среду ветерана Великой Отечественной войны Ивана Крошку, вернувшегося с Парада Победы из столицы, тепло встретили в Ассоциации пожилых людей. Туда приехал и руководитель области Александр Козлов. В этот же день стало известно, что с серебряной медалью из Орла вернулась 13-летняя ученица Благовещенской музыкальной школы Софья Петрова. Так результативно она показала себя на Дельфийских играх, которые прошли с 1 по 5 мая под девизом «Во славу Великой Победы». Наркополицейские накрыли семейный бизнес. Благовещенская пара зарабатывала, предоставляя свою арендованную квартиру под притон наркоманов. Несмотря на то, что квартиросъемщики соблюдали все меры конспирации, обмануть соседей им не удалось. Они сообщили о наркопритоне в органы. Привлечь внимание к здоровому образу жизни и проблеме социальных сетей всего за полминуты попытались участники конкурса социальной рекламы «Отражение». В четверг из 300 конкурсантов выбрали лучших. Рощица возле ЗАГСа пополнилась 18-ю новыми деревцами. В пятницу в рамках Всемирного дня семьи молодые пары при Амуре высадили там почти два десятка саженцев – березы, ольхи и клёна. Поздравление с Днем семьи накануне принимала и еще одна молодая благовещенская пара. Правда, не совсем обычная. Свою свадьбу супруги решили сыграть, когда невесте шел 88-й, а жениху – 78-й год. В чем секрет зрелой любви, решила разузнать Юлия Мишурнова. Она побывала в гостях у молодоженов. Друг мой милый и сердечный, не бросай меня в пути. Жизнь бежит так быстротечно. Отойдем и я, и ты. Стихия любви молодой. 77-летний супруг Анатолий Александрович слушает «Затаив дыхание». Уже год он не представляет без них жизни, как и без их автора. Со своей второй женой мужчина познакомился в 2014-м в ресторане перед 9 мая. После втайне от соседей и родных начал захаживать к своей сужиной. С предложением тянуть не стал. Все-таки возраст. Даже кольца купили. В зимний день, 19-го, по-моему, декабря, по скользкому этому, по ступенькам пришлось нам подниматься туда, в этот ЗАГС. Ну и там расписаться. Правда, она заявила одно, что там, наверное, я ошиблась там, да, в ЗАГСе. Также был такой разговор. Ну, в общем, зарегистрировали. Ангелина Георгиевна в своем муже души не чает. Он и ремонт в доме сделает, и в аптеку сбегает, и давление померит. Вот только уж больно ревнует супруга. Молодой еще, ветреный. Ну, а потом ему звонят, то преподаватели, то там еще заместители, то еще какой-нибудь ученый. И женщины есть. Я говорю, а что ты с ними разговариваешь? Я говорю, вот, наверное, тут женщина звонила, это, наверное, твоя любовница была. Он говорит, нет, я никогда не занимался этим. Пара решила, вместе будут до последнего вздоха. Близкие молодоженов поддержали. Ангелину Георгиевну внуки и дети мужа приняли как родную. Свои-то у нее живут на Урале. Сегодня у главы семейства день рождения. На праздник соберутся самые близкие. Впрочем, подарков Анатолию Александровичу не надо. Самый дорогой он уже получил. 65 бездомных собак с начала месяца поменяли свое место жительства. Их отловили с городских улиц и отвезли в приют «Дружок». Его хозяева занимаются содержанием четвероногих по контракту. Насколько прилежно выполняются его условия, на уходящей неделе проверили специалисты управления ЖКХ. Были ли замечания и какие планы у руководителей приюта на ближайшее будущее, знает Анжелика Павлова. Громкий лайф в приюте для бездомных собак не смолкает ни на минуту. Сегодня здесь живут порядка 65 хвостатых. Тех, что прошли карантин, а он длится около двух недель, разместили в двух зимних вольерах. Каждый из них рассчитан на 30 животных. Еще десяток четвероногих, которых отловили на прошлой неделе, находятся в карантинной зоне. А рабочие к концу мая планируют построить еще несколько вольеров. Сейчас мы хотим построить еще открытые вольеры для летнего содержания животных, по типу этой карантинной зоны, чтобы собаки больше на улице находились, а не в вольерах сидели летом. Содержанием вольеров заместитель начальника управления ЖКХ Сергей Казанцев, он выступил в роли проверяющего, остался доволен. Чистота и порядок. Оценил и то, что собак по очереди выводят на свежий воздух. Однако сделал замечание. На территории около карантинного питомника чистотой и не пахнет. Хозяину приюта дал указание – более тщательно следовать санэпидемиологическим требованиям. Тем более, что в скором времени в приюте ожидают пополнения. Практически что осталось – 11 животных отловить, и контракт будет закончен. Но мы выйдем со своей стороны на управление ветеринарией, чтобы нам увеличили объем ассигнований, потому что эту работу необходимо продолжать. Мы видим, что животные на улице есть, они никуда не деваются, поэтому их надо отлавливать. Заявок на отлов бездомных собак в управлении ЖКХ уже более 96. И их продолжают принимать. А после того, как подсчитают, из каких районов города поступила большая часть обращений, сформируют новую заявку на субсидию в управлении ветеринарии Амурской области. А всех собак из приюта планируют пристроить в добрые руки. Всем, кто не прочь обрести здорового четвероногого друга, достаточно оставить заявку в управлении ЖКХ по номеру 49-14-43 или 49-13-19. Продолжит наш вечерний эфир наша постоянная рубрика «Благовещенск в деталях». Сегодня Ольга Туманис расскажет, где в нашем городе хранится земля из 10 мест крупнейших сражений 20 века. И как благовещенская молодежь смогла подарить 700-килограммовый подарок городу и ветеранам. Родился 6 мая 2009 года. Вес 700 килограммов, рост 3 метра. Так об этом монументе говорят его создатели. А их ни много ни мало, больше 4 тысяч человек. Это и школьники, и студенты, и различные организации, которые буквально по копейкам собрали 400 тысяч на установку памятника «Мир, жизнь и Отечество защитившим». Он посвящен тем, кто проливал кровь в войнах 20 и 21 веков, и тем, кому предстоит охранять мир в будущем. Над созданием монумента трудились 4 года. В конкурсе на право увековечить славную память соревновались 7 проектов. Победил эскиз из Иркутска. Отливали памятник там же. По задумке автора, монумент представляет собой две огненные руки, укрывающие земной шар и росток жизни на нем. Это красивое изваяние стало венцом аллеи памяти, расположившейся на входе в сквер мира. Ее заложили в сентябре 2005 года. Каждые из 14 деревьев посадили представители трех поколений – школьник, курсант военного училища и ветеран войны. Год спустя здесь стали закладывать тумбы с землей с тех мест, где произошли крупнейшие сражения 20 века. Есть войны, которые были далеко отсюда, от этих мест. И люди погибали не на родине, не на своей малой родине. Я знаю семью, у которых сын погиб в Грозном. И, естественно, они туда не могут попасть. И они приходят вот к этой капсуле с землей из Грозного, и как будто на могилу к своему сыну. Всего здесь 10 тумб, землю для которых передавали по просьбе студентов БГПУ неравнодушные люди из разных уголков не только России, но и других стран. Есть капсулы с почвой из Порта Артура, Пскова, Бородинского поля, с берегов Ладожского озера и другие. Сложнее всего, по словам авторов, было достать гость афганской земли. Через год после начала акции ее привез военный корреспондент канала России Александр Сладков. Сколько на аллее памяти реализовано молодежных патриотических проектов не с чести. Здесь проходили зорницы, экскурсии, театрализованные представления и даже костюмированные дебаты на тему гражданская война, на чьей стороне правда. Когда по этим дорожкам на лошадях скакали школьники в военной форме, доказывая друг другу правоту конфликтующих сторон. Сегодня аллея живет не так бурно, но остается очень значимым местом для всех поколений. Несмотря на бесспорную важность аллеи памяти для горда и его жителей, в последнее время стали ходить слухи, что ее хотят снести или переместить в другое место. Для тех, кто ценит аллею и тех, кто вложил в нее свою душу, подобные инициативы совершенно непонятны. Говорить о том, что патриот только тот, кто с оружием защищает нашу землю, это не совсем правильно. Мы делали это место как раз для этих людей, в память о тех людях, кто защищал. Но воспитываем мы детей не для того, чтобы они брали оружие и шли в бой, а для того, чтобы они понимали какие-то тонкие глубинные вещи, не квасной патриотизм, а истинный патриотизм, действительно, любовь и уважение к родине и к тем, кто ее отстоял. В праздничные дни на нас обрушилось такое множество разнообразных событий, что в их яркой суете можно пропустить самое главное – приход весны. Меж тем она уже за окном, а прошедший на неделе дождь только подчеркнул чистоту и пышность молодой зелени. После дождя по городу прогулялся наш оператор. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таковы наиболее заметные события этой недели. О новостях следующей продолжим рассказывать в наших ежевечерних новостных выпусках. А обзор наиболее интересных событий представим по традиции на следующих выходных. На этом же у меня все. Желаю всего самого доброго. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина. Справки и заказ билетов по телефону 376-419 и на сайте www.okcblag.ru Ее творчество лучезарно и загадочно. Ее песни поражают своей искренностью. Певица Валерия. 23 июня. На сцене Общественно-культурного центра. Справки и заказ билетов по телефону 370-226. Внимание! Очень нужна финансовая помощь. Благовещенке Олесе Подкопаевой, преподавателю ансамбля «Ровесники», находящейся на седьмом месяце беременности, поставили диагноз «Лейкоз». Болезнь стремительно развивается. На сбор средств, необходимых для лечения, врачи дали всего две недели. Реквизиты для пожертвований на экране. Ребенок, оставшийся без родителей, это птичка, которая не научилась летать. Это рыбка, которая не может путь куда захочет. Это мотылек за стеклом. Приемная семья дает ребенку из детского дома возможность развиваться и двигаться вперед. Приемный ребенок может стать родным. Информационное агентство «Город». Телефон рекламной службы 773-447. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова